посмотрим теперь на работу с бизнес-процессами со стороны технического специалиста как их собственно создавать какие у нас здесь есть инструменты и для начала сделаем небольшое изменение в стандартном бизнес-процессе и посмотрим какие нам там доступны вообще возможности для того чтобы спокойно поэкспериментировать сделаем копию перейдем в заявление на отпуск в настойку бизнес-процессов и копию я сделаю следующим образом я создам новый шаблончик бизнес-процесса и перенесу с помощью экспорта ипорта в действие из текущего назовем копия чтобы было понятно и сохраним пока нам этого достаточно теперь я перейду в шаблон заявление на отпуск два других системные типовые это следы моих предыдущих экспериментов здесь я сделаю экспорт видите скачался специальный файлик вернемся в список и в нашей копии сделаем импорт нас предупреждают что все что мы тут нас создавали будет заменено тем что мы импортируем это то что нам нужно вот у нас появился полноценный бизнес процесс тот который у нас был стандартно сохраним итак сейчас мы с вами смотрим на дизайнер бизнес-процессов в котором у нас есть правильно говорить шаблон бизнес-процесса и ряд действий из которых мы можем этот шаблон с вами составлять почему шаблон это очень важный здесь термин почему я на нем делаю акцент как бы бизнес-процесс это то что запускается и в момент запуска как раз таки система смотрит на этот шаблончик когда по какому пути нужно будет пойти и стартует по нему бизнес-процесс когда бизнес-процесс уже запущен например я запустил на согласование отпуск и он сейчас находится у руководителя те изменения которые мы с вами внесем в шаблон даже стандартного да не копии а именно того который был запущен эти изменения не отразятся на уже запущенном бизнес-процессе потому что он в момент запуска как бы скопировал к себе путь все ветвления по которым он будет идти и только вновь запускаемые бизнес-процессы по шаблону будут учитывать уже то что в него было внесено это такой нюанс который важно понимать разработчику а бы вы